Повод такой удобной капитуляции экс-министр юстиции Украина сообщила о попытках свергнуть Зеленского 4 ноября 2019 года, 12.19 Роман Шемаев, Анна Лушникова Ряд политических сил на Украине может попытаться свергнуть Владимира Зеленского, используя лозунги о капитуляции Киева в Донбассе, заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш. При этом она призвала действующего президента придерживаться своей позиции в том, как должно проходить урегулирование на юго-востоке Украины, несмотря на имеющееся недовольство. Опрошенные АТИ Эксперты назвали заявление бывшего члена украинского Кабмина тревожным звонком, но выразили уверенность, что офис Зеленского сумеет справиться с ситуацией. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш полагает, что политические оппоненты действующего президента страны Владимира Зеленского постараются свергнуть его на фоне недовольства части населения позиции главы государства по урегулированию ситуации в Донбассе. По ее мнению, если уж президент выбрал тот путь к миру, который считает верным, то должен быть готов к тому, что он не понравится всему населению, но при этом продолжать действовать согласно принятому решению. Безусловно, будут кричать, безусловно, будут шатать, безусловно, будут раскачивать, но раскачивают же не потому, что разведение, а потому, что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный, капитуляция, заявила Лукаш в эфире телеканала 112 Украина. Наряду с этим она заметила, что у президента нет поддержки со стороны силовых ведомств Украины. А Ваков, что, человек Зеленского, ушедший в отрыв Рябошапка, генеральный прокурор Украины. А Ти, вопросительный знак, где хоть один результат работы. Что там делает СБУ, я вообще не понимаю, добавила экс-член Кабмина. Кроме того, Лукаш уверен, что после прихода к власти Владимира Зеленского социальная ситуация в стране не улучшилась, экономическая, ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов. Свобода слова, под большим вопросом. Но все равно стало относительно легче, уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на своих и чужих, пятую колонну и патриотическую колонну, пояснила она. Напомним, 29 октября состоялось разведение сил в районе села Золотой Луганской области. Между тем националисты не предприняли каких-либо действий против официальных властей, а глава украинского МВД Арсен Аваков заверил, что находящиеся в Золотом радикалы сдали оружие. Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных в том, кто и как блокировал все это время выполнение минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил, прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова. Добавим, что 7-9 октября должно было начаться разведение сил в районе села Петровское. Об этом стороны условились 1 октября на переговорах в Минске. Также в тот день представители Украины согласовали формулу Штайнмайера, определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведения выборов в регионе. Однако эти планы были сорваны формированиями украинских националистов, в частности, бойцами добровольческого полка АЗОВ, который входит в структуру МВД Украины. К тому же в стране прошли акции протеста, участники которых обвинили действующие власти в капитуляции. Теперь разведение сил намечено на 4 ноября. Борьба за власть на Украине нужна тем, кто греет руки на войне в Донбассе. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал заявление Елены Лукаш тревожным звонком для президента Украины. Попытка переписать Минские соглашения. Почему Киев заявил о готовности разместить канадских миротворцев в Донбассе и говоря о готовности разместить миротворцев, в том числе канадских, в Донбассе, Киев фактически признает, что не собирается выполнять. Если Зеленского попытаются свергнуть силовым путем или быстрым газпереворотом, ничего хорошего ждать не придется по той простой причине, что на его место может прийти настоящий дремучий националист, с которым разговаривать о чем-либо будет бесполезно. «Нужно ли это сегодняшней Украине? Обществу? Точно нет. А вот тем, кто греет руки на войне в Донбассе, этот конфликт нужен как воздух, и они костьми лягут, только бы он не прекращался», — заявил парламентарий в беседе С.А.Т. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований М.А.Ран Владимир Оленьченко также счел тревожным слова бывшего министра юстиции Украины, но полагает, что офис Владимира Зеленского справится с ситуацией. «Не исключено, что заявление экс-министра призвано показать украинской общественности и то, что идет противостояние двух сил, сторонников Зеленского и сторонников политики Порошенко», — пояснил собеседник. А.Т.